Снова здравствует зритель. Вот тут ко мне кот припёрся. А теперь у нас покупочки из Ашанчика. Я даже не убрала чек с тем, что я тут обозревала только что по поводу Дикси. Кот ко мне тут что-то льёт. Хотя я сегодня помирала, он отказывался со мной лежать так долго. Ну, так в смысле пришёл так, как бы типа имитация по лечению. Ну, тише. А ещё, слушайте, вот люди, вы это видите. Вон там, где розовые тапки, я сейчас только вспомнила, она была тётя сказать, хотела ей сказать, поофигевать. И там вот такое, наверное, расстояние, там по шкафам такая типа дырочка. Я думала, что она небольшая, эта дырочка оказалась приличная, потому что вот это вот существо, я лежу, значит, помираю в очередной раз. Оно туда наполовину так залезло, я говорю, тише, что хоть ты делаешь. Оно оттуда вылезло. Я думаю, ну, наверное, это вот всё, что туда влезло. А потом лежу так, помираю в очередной раз, продолжаю помирать в тот же самый раз. И кот этот, значит, я смотрю в телефон, потому что вот эта вот штучка. Кот, значит, туда залез полностью. Сначала, значит, остался только хвостик. Он полностью туда залез. Я думаю, блин, как у него оттуда вылезет? Ну, что-то как-то... Ну, голова-то у него как-то побольше, чем вот эта штука. Дырочка эта, думаю, может, она у него от жира там как-то уменьшилась, приставалась. В общем, он туда залез, посидел. И точно так же вылез. Ну, было слышно, вот как вот, когда из узкого отверстия что-то пытаешься вытащить. Вот так же. В общем, он там побывал. Совершенно офигительный кот. В общем, у меня вообще тут, ну, где-то на тысячу с чем-то было, потому что я не только себе закупалась. Но то, что я не только себе я уже отдала. В общем, пакет Ашановский. У меня, конечно, была сумочка. Но что-то у меня так случилось, что я такого накупила, что я поняла, что сумочка бы у меня не влезла. А то пакет уже был как бы пакетом. Ой, из-за одной фигни придется вставать. В общем, новые пакеты в Ашане, блин. Тише, конечно, круто, что ты на мне сидишь. Но не надо меня царапать, как пьями. И сейчас мы будем... Пакет у нас стоит 5 рублей. Такой пакет. Выдерживает 10 килограмм. У меня были бананы. 4 штука. В предпредыдущем ролике я про них говорила. Их осталось 2 штука, потому что я хотела есть. И пока я ждала автобуса, я захомячила 2 банана. 2 осталось. Впервые вообще вешала, покупала что-то такое. Вот именно фрукты, овощи. Вот это все в Ашане, где сначала берешь, потом пакетик, берешь, пакетик суешь, на весы кладешь, кнопочку нажимаешь, как раньше было, допустим, в Дикси 100 лет назад. Тебе наклеечка влезает, и ты ее клеешь. В общем, бананы у меня вышли на 38 рублей 59 копеек. 654 грамма было. 59 рублей килограмм. Информация о товаре составе дате изготовления, сроки годности, условия хранения. Смотрите на этикетке рядом с товаром. В общем, вот бананы. Сюда мы их положим. Так. Я взяла себе немножко других контейнеров. У меня тех еще хватает. 10 штук. Почем кайф на рынке? Так, в смысле, 250 миллилитров. 10 штук, 250 миллилитров. Мистерия. Сейчас мы найдем эти контейнеры. Контейнеры. Где вы, мать вашу? Контейнеры. 36 рублей 60 копеек. Так. Я пытаюсь что-то достать. Я купила, что-то никогда не покупала, тут купила. Мне причем у них состав понравился больше, чем у какой-то новомодной, крутой типа марки. Каждый день рикотта сыр. Сыр мягкий рикотта. Массовая доля жира. В сухом веществе 30%. Состав молочная сыворотка, соль поваренная пищевая. Вообще больше никаких яй или прочих хренатений. Вот. А вот такое вот у него тут беленькое. Вот так он выглядит. Где он тут у нас есть? Ты где? А, вот сыр рикотта 59 рублей 40 копеек. Я достаю из широких штанин Будникова брошу. Встретила сегодня автора этого стиха в маршрутке. Купила себе снова сливки. Домик деревни. Я, наверное, тогда их не обозревала, когда их покупала. Хотя я не помню. Домик деревни. Сливки для взбивания. 33%. 100% натуральные. Состав. Кот свалил. Состав сливки нормализованные. Я их покупала. Слушайте, так круто взбиваются с этим. Вот я делала тогда себе сливочно-чесночный соус. Уже на них. И еще на других делала до этого. С ягодами я взбивала вот эта протертая смородина с сахаром. Слушайте, такой крутой, густой вот крем получается. Именно вот такой сливочный крем, как бывает в каких-нибудь там булочках, пироженках, тортиках. Я думала, я его заморожу в роли мороженкового. И потом буду жрать. Но я не выдержала и схомячила его, пока разбирала миксер. В общем, я сначала думала взять две коробочки. Потому что тогда покупала, она была последняя. Но тут, думаю, возьму одну коробочку. Потом, если мне вдруг сгрыстнется, как говорит моя подружка Машка, понадобится, то я доеду до Ашана. Кроме Ашана их просто нигде не видела больше. Не у нас 4 октября сделаны. И до 1 февраля следующего года. В общем, вот такая вот. Они, сейчас скажу, где они тут. 216 рублей 50 копеек. В принципе, так и стоили. Так. В этот раз я с платочком. По-моему, когда я обозревала из фиксика, платочка мне не было. Но мне надо было. Всё это у меня. Я купила рыбу. Солёная рыбопродукция. Солёная рыбная продукция из разделной рыбы. Форель радушная, слопосолёная. Филе кусочки. Упакована под вакуумом. Соль. Так, состав форель радушная. Соль поваренная, пищевая. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. Консерант, бензонат, натрия. Кстати, тут, когда была, ну, может, месяц назад в Ашане, где рядом этот магазин этих восточных людей со всякими восточными сладостями и не сладостями. И там была какая-то такая вот та самая приправа, про которую у меня моя подружка Машка, опять её вспомнила, или чихнёт, или ихнёт. Или ни то, ни другое. Говорила, что эти китайцы или кто-то там изобрёл какую-то такую, эту, типа, приправу, которая усиливает вкус и аромат, и всё такое есть, типа, натуральное, а есть химическое. Вот там она была. Я такая фигел, такая беленькая. В общем, 120 грамм. А, ты с первого октября своя, я, 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 я. И чё у неё тут? СМ. СМ1. Три. Чего тут? Какие-то буквы, но я не вижу чё-то этих букв. Может, они в каком-то другом месте, эти буквы. Так, короче, 40 суток за это изготовление оно живёт. Я купила, думаю, сделаю как-нибудь себе эту самую, типа, роллов. Или так, бутерброд своя, или ещё что-то. В общем, вот. Форель каждый день. И она была, типа, по скидке, ну, думаю, наверное, так и стоит. 110 рублей 20 копеек. 120 грамм. Та, типа, форель или не форель. Ну, уж та, короче, красная рыба, которую я видела тогда в светофоре, и говорила, что она там стоит 116 рублей за эти 120 грамм. Так вот, сейчас она в Атаке стоит, в Ашане, пардон, стоит 169 рублей за те же 120 грамм. Но она более химическая, чем эта. Тут хотя бы масло подсолнечное. Я купила себе сыр, что-то он был по скидке. Вполне себе ещё живой. Так, где он у нас, этот сыр? Сыр, ты где? Сыр сливочный 50%, 200 грамм. 100 рублей 70 копеек. Премиум, с любовью от команды профессионалов. Сыра богатого, частные сыроварни. Сыр фасованный, сливочный, 120 суток. С даты изготовления, срок годности. С даты изготовления у него 21 сентября, упаковки 26 сентября. В 3 часа 3 минуты. Ну, и, в общем, бывает чаще всего сыр, что вот эта жопка срезанная, ну, которая вот эта шкурка такая сбоку и на жопке. А тут я что-то сначала смотрела, какой-то сыр похожий. Тоже по 100 с чем-то, думаю, взять. А потом смотрю, смотрит на меня сливочный сыр. Тут был, по-моему, сметанковый или типа того. Смотрит на меня сливочный сыр, а он со всех сторон практически гладенький. У него вот эта штука только вот на этой, на жопке. Ну, в смысле, на боковушке вот это вот. Когда снимаете такую фиговину с головки сыра, а там вот он весь такой и тут. И ещё сыр, который я хотела всё купить. Думала, что не идеальный состав. Глянула, там внизу так подписанным состав входят красители, ароматизаторы, канцерванты и прочая требуха. Думаю, какое счастье, что я не потратила тысячу с хвостиком на этот сыр. На эту головку сыра. У меня просто на некоторые ароматизаторы, красители и частично пальмовое масло аллергия. Благо, у меня сейчас есть энтеросгель, который вот сожрал немножко и попустила, но не сразу же поймёшь, что там что-то такое. Не всегда пишут, что это пальмовое масло или какое-то там ем. У меня настолько аллергия, что часа со всего начинается, что даже глаза изнутри чешутся. И как бы сложно объяснить людям, как это глаза изнутри чешутся. Особенно, если люди никогда не полоскали глаза в стопке после операции постановки зрения, у некоторых белки становятся красными. Я есть одна из тех методов. Короче, вот такой сыр. Сыр. Пусть будет. Бутерброд сделаю там этот с... Макароны с сыром поем. Может, картошку покрошу как-нибудь и сделаю вкусненько с сыром. А может, потрогаю в эту пиццу, оказывается, сыр сверху кладу. Всё время думала, что снизу. Не, я покупала, заказывала эту пиццу. Но мне всегда казалось, что... Хотя за мороженую как-то одно время покупала ещё при бабушке. И там сыром сверху было потёрто. Но я думала, это так просто для красоты положили. Оказывается, этот... Когда он раскрывается, распекается, этот сыр, тёртый сверху, становится полноценным. А я думала, он снизу кладётся. Ну, что сделаешь. Ну, тот ролик, я так поняла, много Бартхерта вынул. В общем, я купила все перчатки. Еле нашла. Каждый день перчатки хозяйственные. Размеры с однопаром. Её сотоварищница размера М выглядела так, будто оденеша сейчас порвётся. И я решила взять две пары разных производителей перчаток и посмотреть, какая из них дольше живёт. В общем, перчатки каждый день. Где они тут? А вот, перчатки хозяйственные каждый день. 23 рубля. 23 рубля вот такая пара перчаток. Посмотрим, как проживут. Если чё, в пустых баночках расскажу, скажу, покупайте хорошая перчатка. Или скажу, не покупайте, плохая перчатка. А вот ещё перчатки. Селеста, медиум, размер М. Перчатки хозяйственные, латексные, там тупо латекс. С хлопковым напылением. Дальше такая рекламка. С каким-то животным, большеголовым, синеньким. Перчатки Селеста нужны нам повсюду. Помогут помыть плиту и посуду. Рифлёная поверхность. Полезный совет от Селеста на упаковке. Видимо, вот это и есть полезный совет. В стихах. А нет, вот совет от Селеста. Паркетные полы хорошо протирать влажной тряпкой. Смоченной в холодной воде с добавлением глицерина. Для защиты кожи рук при уборке используйте перчатки Селеста. Вот люди, если вы не знали, то нам тут дали совет. В общем, вот такие вот перчатки. И, по-моему, в стуле в два раза дороже, естественно. Селеста хозяйственные перчатки 52 рубля 20 копеек. Короче, даже чуть больше, чем в два раза. Ну, я решила, что их тоже взять. Потому что у меня до этого были с напылением таким же, вот такого же цвета. Они, по-моему, уехали у меня в деревню. И там благополучно умерли. Были ещё какие-то перчатки, но, по-моему, они тоже благополучно умерли. Потом у меня ещё были какие-то перчатки. Знакомая мне задарила. Причём, почему-то они были на одну руку обе. И немножко разные. Как она их вообще? А где как покупала? Короче, Господь с ней, как говорит, одна моя знакомая верующая. Машка. Так. Это у нас... Где хоть тут, чтобы понять, что это? В общем, это сливки 20%. Мы делаем нежные сливки только из лучшего молока. Они типа по скидке были. Сейчас я найду эти сливки. А, вот, Авид. Сливки Авид. Или Авида. Сливки Авида. 20%. 200 мл. 36 рублей 40 копеек. Состав изготовлен из нормализованных сливок. Вот. Советую. Я, правда, их ещё не пробовала. Но чисто по составу советую. Вот тут пока наши, видимо, в кофе добавляются. Наверное, не обязательно из них что-то запивать. И сроком они у нас до 3 апреля следующего года. Созданы они у нас 3 октября. Что-то я в итоге купила себе. У меня, конечно, бюджетные, я считаю, покупки. Но надо же себя порадовать. Оно к тому же было по скидке. А до этого мне что-то всё хотелось попробовать. Но уже шила жаба. В общем, новый на 3 кит-карт. Сенсос практически от Рейвен. Карамель капучино. 112 грамм. 14 октября с Фояина. И до 11.07.19 года живёт. Сейчас найдём его. Киттикат. Это я, он будет потом, это не то. Так, а где этот кит-карт-то? Контейнер, крахмал. Киттикат. Киттикат. Сыр. А вот кит-карт Сенсос 69 рублей 90 копеек. Грубо говоря, 70 рублей вот такая вот штучка. Я люблю кит-карт вообще. Как-то товарищ по несчастью рекламил японский кит-карт. С какими-то феерическими вкусами. Что я хотела-то вообще? Что-то я хотела сказать, поколоть. А, вот что. Ох, тянем-потянем, вытянуть не можем. Наверное, я была слишком вблизи. Но я на монтаже гляну, как это выглядит. Может быть, тупо всё свояю. И гляну уже, когда на ютубе оно будет. Вот, в общем, паста урбич из стёртых семян на 200 грамм. Внезапно увидела. 100% натуральный продукт. После вскрытия живёт 72 часа. Допускается отделение небольшого количества льняного масла. Изготовитель салат и деликатесы Санкт-Петербург. Срок годности 9 месяцев. Дата изготовления при температуре от 2 до 25 градусов. Влажность не более 75%. 18 июля этого года он создан. Может содержать следы арахисов, фундука и других видов орехов. Паста урбич из стёртых семян льна. Состав семена льна. Сейчас скажу, почём кайф на рынке. 87 рублей 60 копеек. Типа шёл как бы скидка. Там ещё был из кунжута. Мне кажется, я из кунжута как-то уже брала. А ещё была кунжутная паста. Они что-то по 120, по 130 как-то так были. Но я подумала, что мне хватит одного льняного урбича. Можно его в кашку зафигачить или кашку с ним сделать. Ну, короче, подумала, что погуглю на ютубе. Чё, как делал, кто. Залез он на какой-нибудь сайт веганский. В общем, вот. Так, вот так. Я просто... Вон у меня был в сумке. И я закинула вещи, эти продукты на балкон, чтобы кое-кто не залез. И пошла относить другие покупки. А его из сумки достала, поставила сюда. Потому что, думаю, если здесь оставлю, то мы можем поиграть. Нам же мозга-то хватит. Я про кота. Так, пошёл. Чё-то там вот люди... Если у вас есть животное, типа кошка, и вы любите китикат, или он любит китикат, или вообще тупо как-то... Внезапно вам хочется чё-то потратить бабла. В общем, в Ашане он сейчас по 9.50. Вот эти вот пакетики. Китикат с говядиной в желе. Сбалансированное питание. Так, народная марка 2017 года с пальцем кверху. Да, кстати, если вам этот ролик понравился, поставьте палец кверху. Если не понравился, ну что ж, сделаешь. На всех не угодишь. Кот. Курица в соусе. Скажем так, на чёрный день, потому что у него там ещё есть просто китикат сухой. Мне тут принесли по моей просьбе. Ну, обычно человек приходит на обед поиграть на пианино, или просто поиграть на пианино, и берёт что-то к чаю на своё усмотрение, либо у меня спрашивает. Обычно к чаю берётся сразу две каких-то вещи. Иногда то, что я хочу, и то, что человек хочет. Иногда то, что человек хочет, и знает, что мне понравится. Иногда то, что спрашивают меня, я говорю, ну, это, как бы, коту, если не влом, и не сложно, и я не слишком нагреваю. Ну, как бы, я деньги не беру за то, что человек у меня занимается, потому что, как бы, ну, лох я, да. А человек считает, что, как бы, надо чего-то такое делать. И вот человек мне приносит. Я-то вообще просила какой-нибудь, тупо какой-нибудь дешёвый бюджетный корм, чисто, чтобы он сожрал, пока вот сожрал. Что он жрёт почему-то супер бюджетный корм, а некоторые корма, и, как я поняла, та же самая вот эта ваша пурина. И шеба приезжали, как его там, по составу-то ничем не лучше этого каждодневной марки Ашана. Ну, короче, в общем, есть у него там китик этот. Теперь у нас будет про запас ещё китик с кроликом в желе, с рыбой в соусе. Все, кстати, они, я глянула, там 4 октября 2018 года сделаны. Я кажется, это всё живёт 2 года ровно. До 3 октября 2020 года. Минимально 70% мясных ингредиентов в каждом кусочке. Бездобровление слои, искусственных красителей и консервантов. Это порция сочных кусочков с рыбой, приготовленная по особому рецепту. Ёшкинко. Так, что тут у нас вообще? А, я в прошлый раз на него смотрела, но что-то думала, нахрен он мне. А потом подумала, я там вообще искала желатин, в итоге я буду его искать, видимо, на зоне. И этот на зоне мне надо вот кастрюльку посмотреть, а ещё термометр. Хотя есть шанс доехать, допустим, до люкса. У меня там их какая-то карта есть с какими-то бонусами. И глянуть там термометр, я как-то его видела. И, может быть, кастрюлю. Но надо сначала по сайту у них полазать и посмотреть, какие у них кастрюли. Потому что я как-то, помню, купила чайник лет пять назад. И они мне типа, да, хороший чайник для электрической, этой, фу, блин, газовой плиты. Оказалось, он для электрической плиты. Или вообще не знаю, для какой плиты. Короче, он сдох раньше, чем вообще мог бы. Я как-то стремаюсь их купить, покупать. Думаю, надо сначала на зоне глянуть. Альта Спайс. Альта Спайс. 200 грамм. 100% натурально не содержит ГМО. Крахмал кукурузный пищевой высший сок. Состав. Крахмал кукурузный высший сок. Сделан он у нас 3 августа. Срок годности у него 24 месяца. Где-то тут крахмал. 27 рублей 40 копеек. В общем, вот крахмал. Посмотрю. Тут типа можно с ним сделать какие-то... А крахмал используется для загущивания многих пищевых продуктов, приготовления киселей, заправок и соусов. И я думаю, что я посмотрю, короче, что в интернете есть с этим крахмалом. Может, не заводят какую-нибудь сладкую вкусняшку. У меня немножко есть еще картофельного крахмала. Раньше наша семейка делала крахмал, но как-то вот теперь не делает. Ибо это геморно. Очень геморно, если честно. Я видела, как это делают. И, в общем, вот я тут купила привет карельским карелам. Только рыба, соль. Своя рыбка, форель. Слабосоленое в филе кусок. Что тут у нас? От вылова до готового... 36 часов от вылова до готового продукта. Из чистых озер карелии 200 грамм. Я не пожалела бабла. Я стараюсь все-таки рыбу, если вот такая есть, по скидке она или просто рыба, вот. Если она есть, и там, ну, где-то 100 с чем-то так вот, 200 грамм. Если у нее нормальный состав, я стараюсь брать. Вот тут первый раз так увидела. Только рыба. Соль изготовлена 4 ноября. Так. Из охлажденного сырья состав форель. Радужная соль, поваренная, пищевая. Больше ничего. Срок годности у нее 40 суток при температуре от 0 до 6 в холодильнику беру. После вскрытия упаковки хранить при температуре не более суток от 0 до 6 в пределах срока годности. Продукт готовка употребления упакована под вакуумом, изготовленная и упакована с модельной упаковки. Россия. Так. Изготовитель ОАО. Рыба, обрабатывающий комбинат номер 1. Россия, Санкт-Петербург. Выловили, видимо, в этом самом. Выловили в Карелии, хотя от Питера до ПТС, в принципе, ну, как бы недалеко. Там еще какой-то город есть. О, же, есть же какой-то город Пряжа. Мне еще Глебась говорил, что он там одно время когда-то тусил. А мы как раз проезжали, когда, вот не помню, из Карелии, наверное, ехали. Когда первый раз там была с автобусной экскурсией. Узнать больше www.своярыбка.рф В общем, вот такое вот счастье. Сейчас скажу, почем кайф на рынке. Кайф на рынке, ты где? 269 рублей и, где оно тут, 30 копеек. Ну, грубо говоря, 270 рублей. Вот. Хороший рыбка. Привет Карелам еще раз. Увидите в Ашане, покупайте. В общем, вот такой у меня обзор. Я тут покупала, ну да, где-то на тысячу сто с чем-то, потому что я еще там что-то покупала, чего уже нет. Ибо оно не мне. Всем спасибо за просмотр. Всем бюджетных покупок. Да, я считаю, что у меня бюджетные покупки. Всем пока.